всем привет мы здесь на нашем канале на моем канале в моем фитнес-клубе дорогостоящим мы здесь разбираем всевозможные перекосы различные заболевания суставные потому что у меня стоит эндопротез на левой ноге она права у меня куксартроз 12 лет и я сейчас хочу такую связку вам показать которая очень важно для вот последнюю неделю мы разбираем от чего зависит вот это выставленная задница да и мы уже как правило как догму выучили что отклоненная задница назад это напряжение в поясничном отделе и напряжение в паховой зоне то есть это два напряжения которые нужно расслаблять а то что нужно укреплять мы уже знаем это ягодица и мышцы пресса но вот при мышцах пресса есть одна такая минусовочка одна то есть когда мы работаем на пресс то нам нужно обязательно сокращать пресс сокращать пресс мы можем только исключительно за счет кифоза в спине то есть вы по-другому пресс никак не сократите то есть чем лучше у вас будет кифоз в спине чем лучше будет у вас мобильнее спина тем будет у вас больше сокращаться пресс при наклонах и соответственно у вас вот эта спина при наличии пресса у вас эта спина находится в таком состоянии то есть никогда вы начинаете активно работать с прессом то ваша горбатая спина это ваш минус поэтому после того как вы хорошо поработали с прессом загрузили пресс и тем более у тех людей у кого кифоз уже хронический грудной отдел уже горбатый я сейчас вам показываю второе упражнение которое вы должны делать в связке вы берете резиночку или в зале вы берете трос ручку и начинаете смотрите как вы сгибаете руки руки сгибайте то есть руки находятся в статичном напряжении они не работают вы исключаете работу бицепса вы исключаете подтягивание рукой резины вы уже изначально взяли и согнули руки и движение назад вы делаете через плечи и лопатки то есть вы выгибаете грудную клетку вперед и сокращаете лопаточную часть работаете через трапецию вот на такой короткой амплитуде заставляете работать заднюю часть раскрывая грудь раскрывая диафрагму вы создаете правильную осанку то есть при этом у вас пресс будет в тонусе но при он будет хорошо вытянуть за счет подъема диафрагмы ваша спина сокращена трапециевидная мышца сокращенная будет держать вашу голову потому что трапеция идет у вас от затылочной части является основой шейного отдела то есть хорошая сильная трапеция это голова поставлена вертикально правильно поставлена потом трапеция захватывает ваш плечевой пояс я надо при сокращении трапецию вас плечи раскрываются и потом она уходит в среднюю часть спины как электрический скат и держит ваш кифоз такая мощная мышца которая держит вот основные три точки шея кифоз плечи но еще раз повторяю внимательно ни в коем случае не работайте с руками потому что ваши руки будут уставать быстрее чем ваша спина научитесь держать руки в статичном напряжении и работать и скручительно мышцами спины когда при выравнивании вашего кифоза ваш позвоночник становится в такую ну физиологическую норму у вас есть небольшой лордоз у вас есть кифоз то должен быть то есть он должен быть физиологически оправданный правильный вот у вас есть лордоз в поясничном отделе кифоз грудном и лордоз шейном отделе все ваша ровная осанка помогает прессу вытягивать хорошо таз и все у вас замечательно выходите уже ровно ваш ваши трусы ваши лосины находится вот эта полосочка здесь до находится уже горизонте то есть она уже не завалена жопа не торчит перестаньте отключивать задницу спасибо за внимание если вы хотите присоединиться ко мне ссылку я дам внизу под видео это ресурс вконтакте там моя личная страница пишите мне в личное сообщение расскажите о себе и мы решим нужно ли вам ко мне в группу или не нужно всем пока живем без боли все будет хорошо